Руслан Хоменко И следующий мастер-класс будет посвящен теме ораторского мастерства Если вы думаете, что речь идет только о выступлении на сцене, вы ошибаетесь Руслан сейчас об этом расскажет подробно Вот так вам сразу сказали, что вы ошибаетесь Ну ладно, знакомимся заново, потому что кто-то новый, кто-то меня уже знает Руслан Хоменко, руководитель школы ораторского мастерства речевой самообороны Павловской школы ораторского мастерства речевой самообороны Уже около 20 лет, хотя уже забыл, как считать Провожу тренинги по ораторскому мастерству, речевой самообороны, переговорным техникам, эффективной презентации И вот сейчас у нас с вами мастер-класс по ораторскому мастерству Ну, условное название такое, ораторское мастерство, неважно, что вы сейчас понимаете под этим Ну и техники эффективной презентации, техники и инструменты Рекомендую меня найти в сетях Я найду, что вам подарить, но для этого, собственно, есть смысл как-то зарегистрироваться Ладно, давайте будем начинать Первое, что вас интересует относительно ораторского мастерства? Я надеюсь, что вы сюда пришли с желанием что-то там разобраться за полтора часа с ораторским делом Кстати, какие вопросы есть? Поднимайте руку и задавайте Ну, все равно же какие-то вопросы есть Как улучшить, то есть как развить, хорошо? Как во время стрессовой ситуации не терять голос? Так, то есть во время стрессовой ситуации теряется голос Теперь на мастер-классе пречевой было? Да, было Почему теряется голос, понятно? Ну, из-за страха Да, но голос на самом деле не теряется Не теряется Там нужно смотреть особенности Ну ладно, попробуем ответить, а потом уже какие-то вопросы будут после мастер-класса Еще что интересует? Ну-ну-ну Так, что будет, то и будет, да? На протяжении какого времени всего? Например, все эти сети, которые вы будете отнести как аратор Хороший вопрос То есть как привлекать и держать внимание аудитории? Хороший вопрос Так, как-то я подготовил, да? Думал, что такой вопрос будет Так, сразу вводное То, чем мы боремся, то усиливаем Прям берите себе на вооружение фразу Она меня в свое время как-то даже так вдохновила, что ли То, с чем ты борешься, то ты усиливаешь Надо не бороться, нужно что? Учиться управлять Ну или другими словами Вообще всегда я говорю Тема страха Кого интересует? Страх, волнение, тревога в публичных выступлениях? В выступлениях, в общении? А у кого такого вообще никогда не бывает? Или? Да Ага Ну ладно Все остальные, кто не поднял, я так понимаю, разобрались с этой историей Друзья То, что мы называем страхом публичных выступлений Дело надуманное Мне кажется, мои коллеги-тренеры Врут, говоря о том, что страх публичных выступлений Второй страх после страха смерти Да я и не думаю, что страх смерти Это первый страх в итоге Откуда берется страх? Чего-либо Водить автомобиль Что там? Готовить какое-то блюдо Общаться с человеком противоположного пола Откуда страхи берут? Из-за того, что ты не умеешь Если ты что-то не умеешь И тебе это нужно делать А, скажем так, значимость процесса велика Или результата То, конечно, в кровь вбрасывается адреналин и кортизол Ты будешь чувствовать какие-то вот Неловкость, которую ты называешь страхом Волнением, тревогой У нас не психологический мастер-класс Страх, тревога, волнение Это все разные вещи абсолютно Я так думаю, что захотите, разберетесь Другими словами Мы себя чувствуем дискомфортно Только из-за того, что мы что-то не умеем А вот как раз сегодня мы поговорим о том Что нужно уметь для того, чтобы Можно ли довести себя до состояния Когда вам вообще не будет волнительный страж Да, нет? Тут вопрос, а надо ли? А надо ли? Да, наш организм нам всегда помогает Адреналин и кортизол Который вбрасывается там условно в кровь Это очень метафорично Надпочечники работают Вот эти гормоны туда Для чего вообще этот механизм придуман природой? Как вам кажется? Как только адреналин и кортизол вбрасываются в кровь Зачем нам это нужно? Мы становимся адаптивными Мы адаптируемся Мы становимся сильнее Под адреналином и кортизолом Мамы двухтонные автомобили поднимали Вытаскивая там своих детей Люди перепрыгивали трехметровые рвы Потом никогда в жизни мы не могли повторить Адреналин и кортизол делают нас сильнее Делают нас более сфокусированными На какую-то цель, задачу Другой вопрос, что из-за того, что мы не умеем управлять этим механизмом Не понимаем механизм Мы считаем, что это плохо Это неплохо Я вам сейчас другой пример приведу И, наверное, начнем мастер-класс Вот вы идете на первое свидание Вот что лучше? Безразличие или все-таки мандражик? А чего это вы выбираете мандражик? Даже страшно А не безразличие? Ну, потому что первое свидание Если нет вот этого какого-то мандража То, скорее всего, это не первое свидание Какая-то просто встреча Согласны же? Вот, другими словами Значимость, важность чего-либо И поэтому, если уж мы и будем сегодня говорить Так или иначе Про волнение, про страх Ну, давайте хорошо поговорим С точки зрения стратегической Что делать для того, чтобы этого состояния было меньше В публичных выступлениях И второе, что делать, когда Вам вот уже выступать 5-7-10 минут А у вас все-таки там, ну, как-то излишне проявление это есть Окей? Друзья, не идеализируйте Не преувеличивайте тему волнения и страх Ну, представьте, вот как вам кажется Вот для многих россиян Ораторское мастерство Это равно не бояться выступать Ну, это глупо Это все равно для водителя Водительское мастерство это равно Не бояться водить автомобиль Ну, это же смешно Согласны? Это смешно Просто водитель как-то понимает Что, чтобы не было волнительно и страшно Ну, что хочешь, не хочешь Надо садиться Понимать вот это все, что здесь устроено Почему там три педали, а две ноги Да? Кстати, в этом несовершенство мира Прямо сразу проявляется Да Вот, как всем этим управлять Да еще и смотреть Я еще учил правила дорожного движения Ну, в общем, там много всего Ну, и ничего Наступает момент, когда Вместо волнения и страха Становится как-то даже Драйвово Интересно Люди ищут себе приключения Ну, и всякое такое Так вот Ораторское мастерство Первое, что нужно знать Что? В свое время я услышал такую поговорку Не я ее придумал, но я ее озвучиваю Все деньги мира лежат на сцене Где по сцене понимается Абсолютно любое место Откуда вы говорите Откуда ты говоришь На ты продолжаем говорить? Я к тебе уважительно на ты Ты ко мне на ты Продолжаем эту историю Вот Откуда ты говоришь Это твоя сцена Например, тот, кто сейчас задал вопрос Это ваша сцена была И вы на меня влияли И благодаря вашему вопросу Ход мастер-класса мог поменяться Согласны? Простой вопрос Одно предложение Одно предложение А ход событий меняется Другими словами Мы можем говорить Что Любое ораторское воздействие Речевое воздействие Меняя может поменять хоть событий Другими словами Ораторское мастерство Это мастерство влияния на других людей Изменения Событий Мнения И всего остального Ладно Сейчас об этом поговорим Так что Все деньги мира Лежат на сцене А под деньгами Понимаются абсолютно любые ценности Как материальные Так и нематериальные Скажите Как вам кажется Кого больше Ну больше Есть шансов Подняться по должности Человек, который выступает Например, публично Или не выступает Ну, не будем задаваться вопросом Почему Ну, как-то оно как бы очевидно Да, человек влияет Человек там У него больше пространства влияния Человек Ну и все остальное И все остальное Ладно Давайте Кто такой для начала Все-таки оратор Это человек, который Прямо все ответы верные Не надо искать верную Взаимодействует Что еще? Оратор что делает? Поехали Человек, который говорит еще Влияет Влияет Достаточно Говорит Потому что Если мы будем говорить Давайте Человек, который В тот момент Когда он говорит с кем-либо Согласны? Еще раз Оратор Это человек В тот момент Когда он говорит с кем-либо Для многих россиян Оратор Это что-то вот такое Стоящее Действительно возвышение Правда ведь? И сразу Какая картинка возникает? Нет Как-то Озвучили? Я давно веду тренинги И вот эта вот озвучка Оратор Это вот это Метафорично Я смотрю на это Я думаю Что я таким не хочу быть Мне это не надо Значит мне ораторское не надо Как-то вот Как-то складывается Более того Странная сложилась ситуация Что у нас с вами В нашей стране Педагогов до сих пор Не обучают в вузах Ораторскому мастерству Юристов не обучают Ораторскому мастерству Управленцев не обучают Ораторскому мастерству Это честно Вот у меня первое Высшее образование Педагогическое Ораторского мастерства не было Иногда мне говорят Нет Нас обучают Кого обучают ораторскому? В вузах Вот Говорят, обучают. Я говорю, скорее всего, риторика. Да, риторика — это часть ораторского мастерства. Поэтому мы сегодня мало будем про риторику. Риторика условно — это те слова, которые мы говорим. Но в ораторском мастерстве есть еще ответ на вопрос, как мы говорим. Согласны? Ну, кто был на мастер-классе по речевой самбароне, помнит там такая тема интонации. Да? К сожалению, даже самые правильные слова в неправильной, ну, поставим в кавычки форме, становятся неправильными словами. Согласны? Ну, условно, если вы своему близкому человеку скажете слова, которые он от вас ждет, ну, примерно так, «Я тебя люблю», ну, скорее всего, эти правильные слова стали в его понимании не сильно правильными. Согласны же? Вот. Так что сегодня мастер-класс больше будет посвящен инструментам ораторского мастерства. А вот это понятие тоже на самоисследование, возможно, оратор. Это человек в тот момент, когда он с кем-то говорит. Скажите, мама ребенка спать укладывает. В этот момент она проявляет ораторское мастерство? Да, нет? Как ни странно, да. Человек, который продает что-либо кому-либо, говоря при этом, да, потому что продавать можно по-разному. В этот момент он оратор? Да. Переговорщик, который ведет переговоры, в этот момент он оратор? Да. Артист на сцене, оратор? Да. Актерское мастерство – это частный случай ораторского мастерства. Да, специфичные виды деятельности. Есть отдельное направление, условно, публичные выступления, но даже публичные выступления разные. Возьмите камеди выступления, политические выступления, да, предвыборные, например. Что там еще? Человек, который будет вести или вел свою свадьбу, да? Это вроде не камень, не политические, публичные, но тоже. Так вот, мы сегодня больше будем про публичные коммуникации, окей? Хотя все, что про публичные выступления, то же самое про межличностные. Все то же самое. Инструментарий один и тот же, просто детали. Ситуация чуть-чуть фокусирует использование инструмента, если вы понимаете, о чем я говорю пока. Так более-менее понятно? Поднимите руки, кто не бывает оратором. Все. Думаю, что дошло. Рот открыл перед кем-нибудь, говоришь, ты оратор. Все. Как ни странно. И если мы так будем думать, то, в принципе, нужно понять, что любой человек проявляет ораторское мастерство. Он его использует, он им пользуется, но чаще всего мы это делаем неосознанно. Слово неосознанно сейчас ясно после речевой самобороны? Да? А что такое неосознанно? Представьте, что вы едете за рулем автомобиля, вы учились в автошколе, а вокруг вас неосознанно едущие водители. Как вам ехать? Вот мне сдается или грустно, или смешно. Правда? Не, правда. Кто такие неосознанные едущие водители? Это у него спроси, как ты едешь. Он скажет, ну как ты еду, не знаю. Примерно так. Правда, есть такие. Ну, не инстинктивно, но как-то вот. Ладно. Оратор, человек, тот момент, когда он с кем-то говорит. Слово презентация. Очень хотелось бы, чтобы прояснили, что такое презентация. Можно синонимы, не надо умные слова. Презентация это? Выступление еще. Представление еще. Рассказ. Абсолютно, да. Просто часто мне говорят, презентация это слайды. Нет. Презентация это выступление, общение. Да, более того. А какого английского слова происходит, слово презентация? Давайте по-русски переведите вот это слово. Что значит? Подарок. 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 Поднимите руки, кто любит дарить подарки. Так вот, а поднимите руки, у кого бывает страх, волнение, тревога перед публичными выступлениями. А если вы думаете, будете думать, что вот чаще с выступаю, и это мой подарок этим людям. Состояние другое будет? Смотрите, просто понимание. В общем, мое предложение вам относиться к выступлениям, презентациям, экзаменам, как к подарку, который ты даришь тому человеку или тем людям, с кем ты общаешься. Вот это мой вам подарок про ораторское. Я знаю много про ораторское. Я горю ораторским. Я иногда думаю, что нужно бросать это дело, потому что много тренеров. Но потом смотрю, как выступают другие люди, думаю, надо еще немножечко, чуть-чуть. Да, и потом уже совсем в речевую самоборону уходить. Кстати, речевая самоборона – это ораторское мастерство? Да, просто сфокусировано под отдельный тип коммуникации. Все, не надо всегда проявлять речевую самоборону. Да? Вот, не надо всегда. Не надо. А просто можно общаться. И веселиться, и даже подкалывать, и так далее, и так далее. Понимаете ситуацию? А как только возникает ситуация дискомфортно, сразу опа, речевую самоборону. Ну, кто понимает, о чем. Ладно, поехали. Я решил сегодня сразу, с начала мастер-класса, дать вам практическую, дать соль. Да, собственно, вы это видите. Я вам рекомендую сфотографировать. Перед вами профессиональная ораторская разминка. Она полностью длится, вот вы ее полностью сделаете, это всего лишь две минуты. Но после этого вы будете, у вас практически каждое действие, практически каждое, оно страхоснимающее, если вот страх публичных выступлений так или иначе интересуется. Организм адаптируется. Вы становитесь более готовыми к выступлению. Ваш организм, мимика, тело, голосовые органы, вы становитесь подготовленными. А теперь важный момент. А зачем разминаться оратору? Чтобы не мемлить. Чтобы не мемлить. Хороший ответ. А? Ну, разогреться. Разогреться еще. Другой вопрос. Зачем разминаются спортсмены? Просто очевидно, видишь, что спортсмены разминаются. Для чего разминаются? Для разминаются. Ох, друзья мои. На самом деле спортсмен разминается, чтобы быть более эффективным в своем виде деятельности. А порванные связки, это как следствие. Один и тот же бегун. Размянся, не размянся. В каком случае он больше результат покажет? Лучше. Понятно, разомнется. Там уже вопросы порвать, это следствие. Это следствие. А теперь вопрос. А повара разминаются? А автогонщики разминаются? Ну, это тоже спорт, ладно. Что там, любую профессию. А токарь разминается? Нет. Мы просто к слову разминка относимся буквально. Мы все так или иначе в школе физкультуры занимались. Поднимите руку, кто вообще спортом занимался когда-нибудь. Да, и мы привыкли понимать слово разминка как спортивное. Давайте вот возьмем даже спортивные вид деятельности. Ну, понятно, бегун, понятно, футболист. А как разминается, например, лыжник? Кроме того, что он тело разминает, он еще что делает? Он готовит инвентарь. Согласны? А биатлонист? А он еще с винтовочкой там что-то делает. Согласны? А боксер? Кроме того, что сам? Ну, понятно, у него, да-да-да, он еще что? Оборудование. Так вот, повар разминается, да-нет? Друзья, один из признаков профессионала в любой деятельности это человек, который разминается. Согласны? В публичных выступлениях оратор тоже есть смысл разминать. Мы сейчас будем больше говорить, конечно, о разминке тебя как человека. Да, потому что внутри нас вся энергия, внутри нас ораторская деятельность чем хороша? Все всегда с тобой. Все всегда с тобой. Но есть вещи, которые есть, ну, тот же микрофон, например, да, те же слайды, о которых тоже нужно думать, правда? И их тоже нужно разминать, правда? Ну, вот у меня вчера был вебинар, все нормально работало, все нормально. А вебинар начался, нет голоса, нет звука. И как вы думаете, там волнение, страх, адреналин, было, нет? Почему? Да потому что это естественный механизм. Да, и этим вот, в общем, заранее нужно все делать. Но мы сейчас с вами про разминку уже телесную. И если вы посмотрите, давайте посмотрим, из чего разминка состоит. Ну, ладно, вы тут видите, как вам кажется вообще, что нужно оратору размять? Связки, горло, еще. Челюсть нужно. А, вы там читаете, да? Ну, молодцы, да. Не надо было так делать. Но хорошо, да, перед вами практически полная разминка. Все, что нужно размять оратору. Поднимите, пожалуйста, я сейчас немножко вас помотивирую, зачем это нужно делать. Поднимите руку, у кого такой был. Ты начинаешь выступать, начинаешь говорить, и тебе хочется что-то запить, сглотнуть, промочить горло. Да, как вы думаете, почему это у всех так? Нет. Я вам дам два упражнения, после которых вам не будет хотеться пить. Никогда. Ну, по крайней мере, с точки зрения... Во время выступления. Но ваш смех говорит о том, по крайней мере, что вы в фокусе. Это уже хорошо, да? Да. Вам не будет хотеться пить во время выступления. Для профессиональных тренеров человек, который пьет во время выступления, по большому счету, профан в коммуникациях. Нет, он может быть специалистом какой-то области, но как оратор, он просто не знает основных вещей. Это так же, как бегун. Тот, который не делает какие-то разминочные упражнения на растяжку, и он бежит. Ну, профан, согласны? Да, у него природные данные, да, он быстро бежит, но он не использует на все сто. Согласны? Я вам дам много чего полезного. Еще раз напоминаю, кого волнует тема волнения и страха, здесь практически все упражнения снимают у вас по чуть-чуть вот тот эффект, который мы называем эффект мандража. Окей. Поэтому я вам предлагаю не просто понимать, а делать. Давайте сверху вниз. Дикция. Мы сейчас не говорим о логопедической особенности. Есть люди, у которых, конечно, есть кортавая шепелявость, но у любого человека дикция теряется. Согласны? Давайте. Прямо сейчас у тебя дикция, скорее всего, плохая. Хотите проверить? Да. Сейчас очень быстро, как с договорку, произносите первый куплет в лесу родилась елочка, а после этого сразу два труднопроизносимых имени. Например, Владимир Владимирович Константин Константинович. Ясно? Пример. Давайте пример, а потом вы сделаете. Но обязательно, слушайте честно, обязательно нужно это сделать громко. Почему громко, чуть попозже буду говорить. Пример. В лесу родилась елочка, в лесу родилась елочка, в лесу родилась елочка, в лесу родилась елочка, в мотостроенной зеленой была, Ну, в общем, по вашему смеху я эффект понял, да? Да, теперь берем палец вот так, просто на доверие. Те, кто был на речевой собороне, я понял, думаю, что вы видите, мне можно доверять, а те, кто не был, доверять. И теперь, важно, не костяшками, а именно вот так, нужно будет не облизывать, но прикусить сильно и убрать. И убрали. Раз, два, три. Сильно прикусили и убрали, откусывать не нужно. А теперь повторите и посмотрите, изменилась дикция или нет. Раз, два, три. Руку вверх, у кого хоть чуть-чуть, но дикция стала лучше. Руку вверх, у кого вообще никакого эффекта или не почувствовали. А те, кто руку не поднял, чего? Ну, такие, сторонние наблюдатели. Ну, я вас понимаю, у нас здесь никто ничего не обязан делать. Те, кто сделал и не очень получилось, давайте все вместе сделаем это на других мышцах. Ну, вообще, я, конечно, вас понимаю, прикусывать палец это не публичное дело. Кстати, ну, понятно, разминку не надо при всех делать. Я думаю, вы понимаете, но у нас специфический, мне попросили практический мастер-класс. Я подумал, что это самая практическая вещь, которая только может быть. Когда организм подготовлен, гораздо проще выступать. Согласны, да, нет? Например, поднимите руку, вот такое было. Перед выступлением волнительно, страшно зажимаешь, начинаешь говорить. Например, даже билет взял, начинаешь говорить, как-то легче становится и понеслась. Согласны? Так вот, большинство ораторов разминается в первые пять минут своего выступления. Это все равно, что футболист сидит на скамейке запасников, ему говорят, ты выходишь на замену. Нормально. Ему свисток, он пошел, он думает, зачем буду разминаться, все равно первые пять минут побегаю, разомнусь. Не профессионал перед нами, правильно ведь? Ну ладно, берем правую руку вот так, правую вот так, левую сверху. Правая давим вверх, левая давим вниз. Погнали. Оп, расслабились. Берем правую руку, покажите мышцы, которые в тонусе. Прям показывайте, какие мышцы в тонусе сейчас. Какие-то сгибатели, я прав? Да. Это шаманство или физиология? Физиология. Физиология, объясняю. Мышцы напряглась, нервный импульс пошел, кровь пошла, мышцы в тонусе. Тут зависит от того, какую вы мышцу вытянули. Некоторые вот сюда показывают, когда вот так тянут. Да, вот эта мышца. Так вот, берем палец, прикусываем и смотрим, какие мышцы напряглись. Раз, два, три. Исследуем себя. Какие мышцы напряглись? Это и есть ретикуляционные мышцы. Все. Ясно? Жвачка не работает, еда не работает. Вот, вместо пальца что можно? Ты мог бы там спуститься, не привлекать к себе внимания. На всякий случай. Ну, аплодисменты звезде. Да, это тоже способ влиять. Так вот, вместо пальца что можно использовать? Как вам кажется? Конечно, пробка. Но, честно говоря, я не видел ни одного профессионального оратора, который пробки носит с собой. С точки зрения гигиены, что пробка, что палец одинаково. Согласна? Все, простое упражнение, односекундное упражнение, у тебя дикция работает. На всякий случай, пять жизненных ситуаций, когда это упражнение стоит сделать. Дело в том, что дикция очень быстро теряется. Даже у тех людей, которые очень хорошие, которые с разговорками балуются и так далее. Так, первая жизненная ситуация. Как вам кажется, какая? Очевидно. Ты только проснулся. Все мышцы не в тонусе, эти мышцы тоже. Вторая жизненная ситуация. Ты долго говоришь. Мышцы артикуляционные очень маленькие, они очень быстро тонус теряют. Согласны? Да, ты долго говоришь. Поэтому некоторые ораторы делают так, что говорят-говорят, отвлекают аудиторию сами. И погнали дальше. Ну, или куда-то заходят, такое было. Может быть, кто-то видел. Третья жизненная ситуация. Ты долго не говоришь. Мышцы расслабляются, а тебе, если, например, здесь полчаса посидишь, потом сюда выходить, дикция, внятность будет не очень хорошая. Четвертая жизненная ситуация. Вы только поехали. Вы только поели. Поехали. Вы только поели. От печенька в рот все, дикция слетает. Поэтому перед выступлением не рекомендуется прямо сразу есть. Лучше минут хотя бы за 10 до выступления. Более того, еда вообще опасная история для ораторов. Согласны, да, нет? Ой, там случаев много. Кто-то отравился, кто-то переел, кто-то там не то поел. Много всего. Есть еда, которая сушит вообще. Знаете, какая сушит? Суши. Если соусом там язык просто по сухому нёбу там долбит. Это прямо такая история. Или наоборот. Или наоборот кислота. Лимончик поели. Потому что такое оратор брыжущее слюно, я думаю, вы понимаете, да? Да, так что еда где-то за полчаса до выступления лучше так. К этому осознанно нужно относиться. Ну и пятая жизненная ситуация. Пятая жизненная ситуация, как ни странно, это высокие эмоции. Высокие эмоции. У кого такое было? Просто на радости говоришь по телефону и что-то такое было. Вот вы это почувствовали. Но назовите ещё другие высокие эмоции, кроме эйфории и радости. Например, тот же страх, гнев. О страх публичных выступлений мы только говорили. У многих людей адреналин в кровь и дикция теряется. Поэтому перед выходом в зал и погнали. Вопросы гиены решайте самостоятельно, друзья, на всякий случай. Да, вы понимаете? Ну, салфетку можно, руки помыть. Вообще мы говорили, что разминки не публично. Я не буду так долго рассказывать про каждый инструмент разминки. Да? Но вот, чтобы вы понимали, за каждым шагом есть какая-то основа. Следующее. Два действия, после которых вам не будет хотеться пить. Корень языка где у тебя находится? Покажи, пожалуйста. Ну, где-то там. Давайте здесь покажем. Если это язык, то корень языка это место, где язык крепится к горлу. Мысли ясны? Откуда ангина начинается у человека? С этого места. С этого места, да, да, да. Немножко гигиенических моментов. Именно там скапливается определённая слизь. Более того, почему это всё происходит? Потому что корень языка самое непрокровавленное место у нас во рту. Это немножко вам анатомии. Так вот, а кто знает, там где нет крови, там что? Там начинаются застои, болезни и всякое разное. Ну, вот все массажи, в общем, вы поняли. Хорошо, теперь вопрос. Как прокровить корень языка? Ух, я не знаю, если это пойдёт куда-то в эфир. Это такие вещи гигиенические, мы прямо вот между собой про такие вещи. Это секреты, это большие, сильные секреты. Вот две минуты упражнения, ты вообще эффективный. Ты просто эффективный, как боец. Да. Не дотянется. Вот как не вытягивай, там не прокусишь. Правильно, там же написано, да, по-моему? Да. Самый простой, давайте, раз, два, три, сильно кашляем. Прямо, осознанно вызываем у себя кашель. Раз, два, три. Стоп. Стоп, 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 стоп. Молодцы, понравилось, дети, ага. Так, а вот согласны ли, что прямо сейчас плюнуть хочется? Да. Есть профессиональное другое упражнение. Давайте, вы профессионалы, я вам говорю, вы профессиональные, у вас профессии ораторские, насколько я понимаю. Да, нет профессии с названием оратор, но есть ораторские профессии. Я так понимаю, что люди, которые вокруг телевидения, так или иначе, это люди ораторской профессии. Ну, журналисты и так далее, и так далее. Так вот, тянем сейчас язык к носу. Ну, не хотите, чтобы кто-то видел, сделайте вот так. Язык к носу тянем. Тянем, тянем сильно и тянем гласную А. Раз, два, три. Молодцы. А не получается, получается рык, а вибрация очень сильная. И после этого сплюнули, и все. Корень языка прокровавили. Прекрасно. Да, лишнее сбросили. А теперь смотрим следующее. Глотка. Где глотка? Показывай. Не, я профессионал, пением кто-то занимается. Аида Грифулина, когда была у меня на тренинге, кто такая Аида, знаете? В Казани. Аида Грифулина. Ну да, оперная певица, когда она была на пятом курсе венской консерватории, она говорит, глотка это вот там. Кто сейчас... Попробуем, попробуем, давайте сделаем вот так. Закройте. Не два пальца, там другой эффект будет. И ничего там трогать не нужно. Кто так попробовал сделать? Что там, где вот произошло? Есть ли такое ощущение, что что-то расширяется? Добро пожаловать, это ваша глотка. Но я так понял, что их немногие сделали. Сейчас старческим голосом произнесите, пожалуйста, несколько слов. Здравствуйте, меня зовут и назови, как тебя зовут. Раз, два, три, погнали. Здравствуйте, меня зовут. Старческим голосом говорить может не только Рева, а бабушек озвучивать может не только он. Видите, это достаточно просто. Но вы почувствовали вашу глотку, ваша глотка вот так зажалась. Все, вы ее сейчас почувствовали. Запоминайте фразу. Человек стареет с голоса. Кто слышал ее? Это как раз дребезжащий голос. Люди глоткой не занимаются. Да, бицепсы тренируют, другие мышцы у себя тренируют. Но глоткой практически никто, кроме тех, кто профессионально занимается голосом. Это, ну, или актеры, или певцы. Друзья, глоткой нужно заниматься. Если вы не будете заниматься, у вас будет дребезжащий голос. У меня есть такие выпускники, участники, прям, ну, один парень, прям бодибилдер. А вот голос у него такой, он говорит, не повезло с голосом. И я говорю, ну, ты бицепс качаешь, глотку немножко расширяй. Потому что глоточный голос это какой? Я ебаю сюда, повернулся, обратно. Глоточный голос. Луженая глотка. Так вот сейчас, пожалуйста, сделайте очень простое упражнение на глотку. Глотку нужно расширять, как любую мышцу. Очень просто можно это сделать. Профессиональное упражнение не покажу, которое я иду, показала. Но у вас есть культурный зевок. Сейчас сделаем так. Губы замыкаем, зеваем через нос. Раз, два, три. У вас там сейчас как будто шарик. И вот этот шарик покачайте по глотке. Раз, два, три. Друзья, вы это делаете, когда на самолете взлетаете, например. Или если кто-то у вас дайвингом занимается, то тоже, да? Делаете такое? Ну, продувка, прокачка, да. Так вот, это упражнение, культурный зевок, можно делать любое количество раз в день. Это полезно для здоровья. Любые мышцы подкачивать, это полезная вещь. С глоткой тоже есть смысл заниматься. И вот, говорить на открытом голосе, глотка это сцена для человека. Правда, у некоторых она вот такая замысленная. Так что глотку прокачать. Два упражнения, прокашляйтесь и глотка, и вам не будет хотеться пить во время выступления. Два секретика. Большой денег стоит. Ну, я метафоричный. Это простые вещи, которые решают огромное количество проблем. Да, следующий момент, поехали. Просто голосовая разминка. Вы видите перед собой глухие гласные, там нет я, ё, ю. И все, что нужно делать, это просто тянуть ааа или ээ и так далее. Но сейчас, пожалуйста, давайте все-таки немножечко своему голосу делим внимание и маленькое исследование. Когда я скажу, вы закройте глаза, сейчас не нужно. Своё внимание направите на свой голосообразующий орган. Ну, то есть вот сюда и посмотрите. И что-то услышите о своём голосе. Легко он выходит, сложно, хрипотца какая-то есть. Усилие какое-то. В общем, что-то узнаете. Низкий, высокий. Хорошо? То есть упражнение выглядит примерно так. Закройте глаза, сейчас не нужно. Своё внимание направите сюда и произнесёте первый куплет в лесу родилась ёлочка, как просто текст, не как пение. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зима летом встроенная, зелёная была. Уже не надо никаких, Владимир Владимирович. Хорошо? Почему не надо петь? Певческие голосы и разговорные — это два разных голоса. Два разных голоса, там разные инструменты участвуют в звукообразовании. Мы сейчас говорим о разговорном голосе. Закрыли глаза, произносим, но громкость должна быть нормальная, не шёпотом. Раз, два, три, погнали. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, зима летом встроенная, зелёная была. Реперисты. Ладно. А теперь руку сюда. Так, микрофончик. Ну, я не знаю, какое там гудение, сами регулируйте. И всё, что нужно делать, сейчас тянуть, и, если хотите, за мной рукой повторяйте. Тянем гласную А. Раз, два, три. Можно так играться, это необязательно. Поехали. Давай, Э. Хорошо, челюсть вперёд. Молодцы. Плотные губы, гласная О. Да, если вы сейчас плотными губами делали, вы, скорее всего, почувствовали, что у вас мышцы низа живота поджались. Чувствовали? Так вот, запоминаем. У нас... Ну, хорошо. Как только мы, вот, поджимаются мышцы низа живота, диафрагма натягивается и становится опорой для голоса. Поэтому профессионалы, когда выходят на сцену выступать, неважно, выступает там пение или ещё, они подтягивают мышцы низа живота, диафрагма натягивается. Парням легко, ремень просто на две петелечки лишние затягиваете. Девушкам немножко посложнее, но заранее тоже можно позаботиться. Например, те же оперные певцы, они люди хитрые. Да, что они делают? Или корсет, или пояс затягивают. Ну, ладно, поехали, гласную О плотные губы. Прекрасно. А теперь сейчас закроете глаза. Вот, кстати, так это грузин... Нет, так вот мы, как мы сделали, это шаляпинское пение. Ну, шаляпин к казани тоже имеет отношение. А грузинское пение происходит по-другому Так, например, подростки, дети больше любят так Раз, два, три Ну вот такой Да, да, да Хорошо, а теперь закройте глаза Обратите внимание на свой голосообразующий орган И произнесите еще раз в лесу радиолоселочка Раз, два, три, и посмотрите какие-то изменения В лесу радиолоселочка, в лесу он росла, землетонстроенная, зеленая была Окей, руки вверх, если хоть какие-то изменения, но есть Давайте, говорите какие Вибрация Как? Вибрация больше, ниже голос стал, еще Меньше напряжение, как бы сам выходит, еще У нас непрофессиональный с вами голосовой тренинг, и оно и не нужно Ну, если вы почувствовали изменение, есть ли смысл это сделать? Возьмите просто грузинское пение, даже просто одну гласную поднимите и будет А теперь попробуйте сделать так Культурный зевок и потяните гласную Вот, объединить можно два упражнения Ладно, давайте будем ускоряться, потому что, ну хоть важные вещи, но Второй блок, это телесные разминки Телесные и дыхательные разминки Делается тоже достаточно просто Самые простые Вот, например, мы даже на прошлом мастер-классе говорили, что Самый простой способ сбросить лишнее адреналин, кортизол, это любая физическая деятельность Согласны? Да, нет? Поприседать, поджиматься, побегать, так далее Почему? В ораторском деле это не те упражнения, нельзя их делать Да, ораторские инструменты, они связаны с чем? Сердцебиение, дыхание И если ты активной физической активностью займешься, то что будет? У тебя инструмент нерабочий И поэтому всего лишь три физических действия, которые легко можно делать Они перед вами Тянемся Руки вниз, да, плечи сюда Ножки и стопы от себя на себя Абсолютно Конечно, за кулисами можно сделать гораздо больше что Берем пример с тех же кошек, почему и называется кошка Хитрое животное, да, физической активностью практически не занимается, но какой активной и так далее Тянемся Хорошо, как только волокна тянутся, физиологические процессы пошли, а нам это и нужно Организм больше готов к деятельности Следующее, встряхивание Самые простые встряхивания Аплодисменты Молодцы Перед вами кто-то выступает Не будьте жадными, от всей души Понятно? Если вы за ним выступаете, предположим, встряхивание, вам легче будет Поехали, просто потрясли А теперь позволю себе вас поднять встали И даю вам самое лучшее упражнение на то, что вам никогда не было волнительно и страшно Как это сброс? Встали, все, раз, два, встали И все, что сейчас нужно, на носочках подняться всего лишь на один сантиметр А теперь упадите Да, не больше, не надо переусердствовать Еще раз, еще раз И вот делайте так, один раз в секунду Просто вот так вставайте и вот так падаете Вставайте и падайте Упражнение так и называется, встряхивание Один раз в секунду Ошибками будет являться, внимательно слушайте Частые встряхивания, вот так, так не надо Сейчас я объясню эффект этого упражнения Кстати, придумал какой-то российский авиаконструктор Когда я в Каи был, мне там назвали и имя, и рассказали про этого человека и так далее Да, да, да И это упражнение очень часто используется в выздоровительных системах Да, как лимфодренаж, как восстановление, там много всего полезного, сейчас объясню почему И вот раз в секунду, запоминайте, две минуты такого упражнения, раз в секунду вот так делаете Заменяя 10-минутный бег трустоит по эффективности Вот чем 10 минут бегать, вот так просто две минуты постоять, постучать и все Серьезно? А теперь объясняю Наши сосуды это трубочки В трубочках есть клапана Да, и когда мы делаем раз вот так, раз в секунду, почему чаще не нужно Клапана начинают делать вот это, что? Начинают гнать кровь А мы прекрасно понимаем, что и кортизол, и адреналин, два источника вот этого нашего состояния Которого мы называем страхом или волнением Они что делают? Сжигаются в крови, в кислороде Мы делаем так, кровь начинает гоняться, воздух поступает Все, эффект есть Вот поднимите руки, кто вот сейчас сделал, мы с вами где-то секунд 20-30 это делаем Кому теплее стало? Это тот самый эффект Но мы не бегаем, сердцебиение не учащаем Да, слизистую не осушаем Все, две минуты хотя бы Все, сели Не обязательно уже до двух минут доводить, но это упражнение очень многофункционально Например, его часто называют зарядкой для ленивых Когда очень спать хочется, просто очень хочется Начинайте просто, через две минуты уже проснетесь, честно Просто испытывать Следующее, итак, встряхивание Два вот этих вот упражнения физических Но еще одно Просто расслабьтесь Хорошо А теперь напрягитесь сильно Просто можете за стул взяться, тянуть сюда, поехали Да? Подтягиваем мышцы бедер, напрягаем Пресс напрягаем, да, дышим, дышим Да, а теперь упражнение бабушка делаем Да, прям напрягаемся и дышим Хорошо, расслабились 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 А теперь у меня вопрос Как легче расслабляться, просто или после статического напряжения? После напряжения, друзья После напряжения Это упражнение можно делать даже в зале Не обязательно только бабушку добавлять, да? А все остальное Кто делал упражнение с названием планка? Хитрейшая вещь Ничего не напрягаешь, да? А как все работает? А мы знаем, что адреналинокортизол сжигается в крови, в кислороде Мышцы начинают работать Поэтому, например, можно вместо этого упражнения делать полупланку Когда подходите к какой-то поверхности Ну давайте вот здесь не провалиться бы Опираетесь вот так и все Вот в публичных выступлениях так, в планку не обязательно Далеко не обязательно Это физические упражнения, но обязательно нужно добавить какие-то дыхательные Дыхание для оратора это очень важная вещь, да? Меня часто спрашивают, может у кого-то есть вопрос Что делать, ну вообще как дышать? Там воздуха не хватает, есть такое? Друзья, дыхание непроизвольное действие организма Все, что нужно делать, это просто дышать, все Честно Еще лучше с пожатым низом живота дышать Не получается хотя бы ремень утенить Ну серьезно А потом просто нормально дышать и все Потому что вам воздуха не хватает на каком? На поверхностном дыхании Да? Плюс, когда мы поверхностно дышим Попробуйте поверхностно дышать Поехали прям Стоп, ощущения какие? Паника? Паника Конечно Паника Самое простое американское упражнение у них даже в культуре Детей в школу отправляют, им бумажный пакет в портфель кладут Для чего? Да, в фильмах видели Бумажный пакет замыкает орган дыхания И что делают? Кислородное голодание Ну понимаете, да? Там все органы дыхания А кислородное голодание это один из лучших способов от состояния паники И все У россиян есть другое упражнение на эту тему Это дыхание сопротивлением Сделаем все вместе так Язык негу и резко выкидываем воздух Раз, два, три Четыре раза сделайте Стоп! Голова пошла? Все, то же самое упражнение Никаких пакетов не нужно У россиян как-то не принято в пакеты дышать Какие-то не те ассоциации Вот А это можно упражнение делать спокойно И оно тоже антистраховое Я сказал, практически каждое упражнение так или иначе Работает чуть-чуточку, чуть-чуточку Делает тебя физиологически более способным действовать Эффективно действовать Кстати, все эти упражнения спокойно подходят Когда у вас, например Ну вот в речи о восемьбароне Когда одну минуточку вышли В коридорчике подышали Пошли дальше общаться Согласны? Ну все Да, взяли Встали Вся энергия вот через это вышла Никому не захочется так Ну ладно, двигаемся дальше Итак, дыхание с сопротивлением Но есть еще одно антипаниковое упражнение Очень хорошее Называется 7-11 7-11 Кто-нибудь знает? Да, у него такое название Разное Одно из названий это Глубокое дыхание Давайте с вами это сделаем Очень просто Сейчас очень медленно вдыхаем Глубоко, как шарики прям надуваемся Раз, два, три И очень медленно выдыхаем Теперь вопрос, что дольше Вдох или выдох? Выдох дольше Если считать вдох был скорее На цифру 7 и так далее А выдох примерно на 11 Вот отсюда и название Известно Это прямо научно подтвержденные данные Исследования проводили Гормональные фоны Замеряли 4-6 циклов такого дыхания Правда на это время Нужно минуту-полторы-две Практически уравновешивает человек Не надо глаза закрывать В нирвану ходить Просто дышишь и все Да, когда мы готовимся к выступлению Когда готовим себя минут за 10 Вполне это можно сделать Да, но Это быстрее Да, громче, но быстрее Да, кстати Чем можно заменить вот это? Чем можно заменить эффект? Выдыхаете и не дышите То же самое кислородное голодание Например, вы сидите в зале Понимаете, что через 5 минут Вам выходить Это слышно Я проверял В зале это слышно Даже если Все равно слышно Оборачиваются Да, а выдохнули и не дышите Да, саморегуляция происходит Организм сам тебе помогает Ладно Итак, блок физических упражнений Физических действий Это мимические разминки Мимические разминки Что на физиономии нужно размять? Ну, губы, челюсть, язык Ну и самая физиономия Давайте с губ начнем Смысл любой физической активности Давайте бицепс Как можно размять? Ну, знаете, да? Такая известная мышца просто Всего лишь две вещи Первое Это напряжение Например, вот это Да, или вот это И второе Это массаж Все мышцы разминаются Или статикой Или разминкой Ну, в смысле массажем Ну, давайте, например Возьмем губы Как мы их можем напрячь? Погнали, трубочка И вправо-влево Обычно театральные практики Стараемся не челюстью А вот губы Можно даже так Серьезно можно Если не получается без челюсти То, скорее всего, мышцы как раз слабоватые Вот, три-четыре раза достаточно Теперь губы трубкой И верх-низ Теперь Трубочка растянули Трубочка растянули Трубочка растянули Да, наш смысл Вот сюда приливаем кровь Напрягаем Все, все, что нужно Если вдруг перья напрягли Почему три-четыре раза? Мышцы слабенькие Сами по себе Если пять-десять-пятнадцать раз сделать У вас губы такие Пф Но Массаж на губы Как можно сделать? Фырканье, друзья Ну, губы не надо Вот губы не надо Там тонкая кожа И можно пробавить Синяк будет Поэтому простое фырканье Раз, два, три Все, разочек Смотрите Тонус остался Напряжение снялось Вот и все На губы еще есть Одно хорошее упражнение Вот такое Губы охватывают зубы Заодно начинает уже И мимическая разминка проходить Да, меня-то снимают, конечно Ну ладно Да А, вон чего Немножко такие Ладно, хорошо Да, разминки Но по факту Если вы посмотрите Как актеры разминаются Это простые актерские разминки Вот это Мимическая Это простая актерская разминка Итак, губы Все, разобрались Там дальше Знаете, можно смотреть Там очень много упражнений Есть люди, которые губами И циферки от единицы до сотни Выписывают Там и так далее И так далее Но это уже такие Профессиональные загоны Дальше С губами более-менее Разобрались Язык Уколы Да Некоторые виды уколов В щеки, в губ Мы не будем делать Типа вот этого А зубки прикрыли И в зубы Поехали Любая мышца Напряжение В него выдаем Раз нас снимает Но мы не будем Там аплитуд давать Ну вы поняли А вот теперь Массаж языка Как сделать? Покусываем Давайте слева Справа Ну и туда-сюда Язык кусаем Жуем Язык Одна из самых сильных И точных мышц у человека Но очень часто вяленькая Потому что Не разминает никто Корень языка Вы уже знаете Как разминать В принципе сюда можно было Но у нас есть отдельное упражнение Кстати Вот 4 блока Которые у вас вверху Это экспресс разминка Если у вас совершенно Нет времени на разминку Сделайте хотя бы Это 4 упражнения Занимают они 3 секунды 3 Вот первые 4 упражнения Понятно, да? Двигаемся дальше Челюстные мышцы Психологи говорят Что страхи человеческие Живут в челюстях Берем руки Берем руки И разминаем мышцы Прямо вот так Продавливаем Я думаю Знаете Есть такой вид массажа Когда людям просто давят На точки сильно Да? Или на какие-то мышцы Да Здесь просто До этого Вот вы перед выступлением Прямо будете чувствовать Насколько вам сильно Прямо вот эти вещи Нужно сделать Рядышком находятся уши На ушах Много нервных окончаний Поэтому разок поехать По ушам Перед выступлением Это полезно Натирать не надо Я думаю понятно Но Где у нас еще много Нервных окончаний Кроме как на ушах Вот Почему детям дают Упражнения и игры На мелкую моторику Потому что Нервные окончания На пальцах В коре головного мозга Рядом с речевым центром Да? Дети мелкую моторику На мелкую моторику Когда делают какие-то упражнения У них речевой центр Развивается Поэтому все вот эти штуки Можно так Но мы с вами Помните аплодисменты делают? Да? Полезно Тоже полезно Хорошо Двигаемся дальше Раз уже нас челюсть Снаружи размяли Как ни странно Есть смысл челюстью Туда-сюда и поработать Погнали Право-влево Ротик прикрыли И прям медленно Открываем Медленно Резко не надо Когда вы почувствуете Вот Просто напомните слово Начнете это делать С ситуацией Когда вам правда Нужно будет выступать Вы не сделаете Рот сильно не откройте У вас вы будете чувствовать Что мышцы прям затянулись Да? И прям потихонечку Резко не нужно Но Так называемая Телесно-ориентированная практика Через тело влияем на Там Сознательные И психологические моменты наши Итак С челюстными Разминочки есть Вот я уже написал И на предыдущем Мастер-классе говорил Что жвачка Самое простое Бросил И пошел Разминочку делать Действительно Нам чуть полегче Спокойнее становится Хорошо Ну и у нас остались Что? Мимические мышцы Давайте покривляемся Просто Кривляемся Кривляемся Так люди и делают Кривляются Иногда помогают руками Девушки знаете Да? От мимических мышц Вот вернее От центра края По мимическим линиям И так далее Парни делают вот так Да? Так Ну и так вот Да? Но Мне кажется Что кривляться Легче всего Представляя какие-то эмоции Ну я вот тут Список небольшой Написал Давайте Покажите Физиономии Радость-радость Раз, два, три Молодцы Вот это Пусть люди верят Теперь Страх Так страх Видите Естественным образом Мимические мышцы Начинают работать Поехали Удивление прям И тянем мышцы Тянем А Кстати Для тех Кто думает Что это сильно влияет На ваши морщины Это влияет только В позитивном плане Морщины возникают По привычным Мимическим линиям То есть Вы привыкли Улыбаться так И у вас там Морщинки возникают А если вы начинаете Проявлять другие Эмоции Да? Показать Играть То у вас То у вас Работают Начинают Другие мышцы И мышцы Становятся Все Лицевые В тонусе А тонус Это минус Морщин Ну это такая Часть истории Пока я Злость показываю Прям как стрела Физиономия Напрыгли Как вот статика была Да? Хорошо А теперь Брезгливость Верхняя губа К носу пошла Для пущей верности Пальчики Развести Можно? На вот Если еще так будете говорить Вот Окей Друзья Выписывайте список Любых эмоций Которые вам близкие И все И покривлялись нормально Нравится делать Друзья В принципе Разминка все Но Но Поднимите пожалуйста Руки Кто готовится К выступлению К экзаменам И про себя Что-то повторяет А теперь Те кто Держите руки Держите Вот те кто держит руки Сейчас скажите пожалуйста Бывал ли у вас Такой эффект Что у вас голова затуманивается Я думаю Что это всегда так было Запоминайте Очень простую вещь Это очень практическая рекомендация Все что у вас родилось здесь У вас должно выйти сюда Иначе туманы будут Поэтому вам рекомендация Начни заранее говорить Но вслух Когда вы готовитесь К выступлению Или забудьте За полчаса И о других вещах Думайте и делайте Но если вы повторяете Гоняете какой-то текст в голове Отойдите в сторонку Например Встаньте перед стенкой Представьте что это софиты Там люди Вы их не видите И начинаете Друзья здравствуйте Меня зовут И так далее И так далее Точно так же как спортсмены Да Они набегают заранее Так и это можно делать Обязательно вслух Про себя нельзя Про себя будет тот эффект Который Ты думал Только у тебя голова затуманивается Мне на каждом тренинге Руслан Что за эффект Я все знаю Я прям повторяю Выхожу на сцену Чистый лист У кого такое было Вот это потому Ну плюс еще почему Потому что у вас здесь То накопилось А помните мы на мастер-классе Кто был на речевой самобороне Как только здесь много Здесь Пусто А за что отвечает Рациональный центр Кроме за критичность В том числе еще и за память Понятно Поэтому все эти упражнения Так или иначе Готовят вас И делают вас более эффективным Я вам рекомендую Некоторое время Вот этот слайд С собой поносить Так чтобы у вас Эти упражнения Кстати порядок Выполнения абсолютно безразличен Без разницы Но чтобы у вас Вошло в практику Точно так же Как вы там Готовите какое-то Любимое блюдо Уже на автомате Или какие-то там Зарядки делаете В разных техниках И практиках Вот это возьмите Я сюда собрал все Вот это Вот эта разминка Она собиралась Несколько лет Именно так Чтобы каждое упражнение Несло свою роль Это мой вам подарок И еще одно упражнение Мы про него говорили Перед выступлением Постарайтесь найти Что-то смешное Над чем можно посмеяться Потому что Как только вы смеетесь Кстати что такое смех Никто не изучал Никогда тему Нет Это Ну ладно Профессиональное определение Стресс Вернее смех Это Реакция организма На стресс мозга Другими словами Это одна из защитных реакций Но это позитивная реакция У кого Ну вот люди иногда В конфликте Начинают прям Да-да-да Но это позитивно И мы говорили Гаджеты сейчас У всех современных людей С собой Поэтому Найдите Забейте туда Какие-то смешные вещи Прям папочку какую-то Отдельно сделайте Туда докидывайте В любые свободные моменты Желательно кстати Не ссылки Потому что иногда Интернета не бывает И тогда этот способ Не будет работать А именно чтобы Какие-то вот Уже заготовки были Ну как рекомендация Может быть кто-то Давайте Вам для начала Коллекции такой Наберите в ютубе Испанец Ржущий Испанец Смеющийся испанец Ну кто-то понял Все Скиньте туда Причем там титры смешные Ладно Полезно было? Да Полезно было Вот давайте Я хочу чтобы Вы убедились Что это не долго времени У кого часа С секундной стрелкой Ну или секунды Руку поднимите Кто будет считать Все Считаем И мы глядя сюда Просто делаем Поехали Первое упражнение А раз Корень языка Кашлям Сплевывать не надо Там разберетесь Поехали Глотку Культурный зевок Прекрасно Поехали Потянули Просто грузинское пение Можно даже на глотке Хорошо Потянулись Хотя бы как-то Какие-то мышцы потянули Ноги Прекрасно Встряхивание Потряслись Не надо сейчас вставать Вот эту вот вещь делать Ее постоянно можно Статическое напряжение Взяли Бабушку сделали Прямо как можно Больше мышц напрягли Дышим Дышим Нормально Поехали дальше Статическое напряжение Сделать Дыхание Сопротивлением Поехали Трубочки Туда-сюда А теперь Фырканье Прекрасно Поехали Уколы Жуем язык Челюстные Растирания Поехали Челюсть Вперед-назад Кривляемся Прекрасно Можно просто Можно Можно даже По мышцам Ну что Сколько времени Занялось А Мы не сделали Дыхание А сделали Сколько времени Заняло Ну минуту Ну это прям Конечно Очень усердно Ну давайте Чуть поправильнее Если делать Будет полторы-две Можно эти полторы-две Минуты перед выступлением Да Помните Профессионалы Всегда разминаются Все Это вот прям Сразу Практическая польза А дальше Поехали Пообщаемся Договорились Ну и начнем с простой вещи Кстати Те кто был на речевой сомбароне Это продолжение Сейчас будут ответы на вопросы Почему люди попадают в конфликты Неуместно Потому что Потому что для одной ситуации Что хорошо Для другой будет плохо И вот это определение Возьмите себе на вооружение Эффективной презентацией Или выступлением Становится только тогда Когда То что вы делаете А что мы делаем Это с какие слова говорим И как мы Какие интонации Тело Передвигаемся Жесты И так далее И так далее Становится только тогда Когда Опирается на цели И на ситуацию Схематично Это так Все что мы делаем Должно быть пониманием Цели и ситуации Насколько я помню Мы в прошлый мастер-класс Завершили вопросом Какая цель у продавца Помните Но сначала мы разберемся С целями С ситуацией Ситуация Коммуникативная ситуация Это ответы на 5 вопросов По факту То о чем мы сейчас говорим Это подготовка К любым выступлениям К любым Не важно Вот у вас интервью Как профессиональный вид Например деятельности у кого-то Или у вас выступление Обучающее какое-то Или вы готовитесь К продажным выступлениям К переговорам Все вот это Как вам кажется В ситуации Самое главное Это какой вопрос Ну например Как вам кажется Когда меня сюда пригласили Какой первый вопрос Я задал организатору Кто будут те люди Перед кем я буду выступать Абсолютно Это самый главный вопрос Для оратора Кто В переговорах Есть разница Переговоры Вы ведете с лицом принимающим решением Или с каким-то менеджером Который потом передаст Лицу принимающим Есть разница Есть разница И влияние разное И вещи вы разные будете говорить Я думаю Как вы понимаете Не профессионалу Все равно У него есть речитатив Он этот речитатив Любому человеку высказывает А для профессионала Это разные вещи Так вот Первое Кто И там много-много-много Подробных вопросов Здесь часть из них Это количество этих людей Статус этих людей Что они знают по той теме Которые вы будете говорить Это мужчины и женщины Да Это возраст людей Это какие у них там Просто отношения Разным аспектам жизни Например К той же религии Например Или к еде Согласны? У меня Смешной случай один был Когда мои выпускники говорят Руслан У нас контракт сорвался Договор уже подписали Но пригласили Пойдемте в шашлочки Поедим Просто обеденное время было Они говорят С обеда уже не вернулись Или на обед не пришли Вернулись Я и смысл говорю В чем дело А они говорят Потом мы открыли У них на сайте написано Что они ярые вегетарианцы Ну то есть К людям которые едят мясо Относятся как к врагам Человечным Знаете Есть такие компании Которые не работают С табакопроизводителями Там и так далее Продавцами Вот эти вот настолько Я первый раз такое услышал Теперь говорю Ага И в чем проблема Так у них говорят На сайте Вот почему Заранее посмотрят Смешная ситуация Ну правда Даже кажется Что такого не бывает Хорошо Итак первое Кто Второе Отдельный вопрос Тоже про них Это Какие у них ожидания На как раз коммуникацию Другими словами Все ожидания Можно разделить на два типа Позитивные и негативные Это чего они хотят Чего они не хотят Давайте возьмем нас с вами Скажите Если я например знаю Чего вы хотите Мне легче свою цель Достигать в выступлениях Мне легче подбирать инструменты Легче А если я знаю Чего вы не хотите Мне легче Все Для тебя так же самое То же самое Ставь себя на мое место И чем лучше Ты будешь знать Чего люди хотят Чего не хотят Например Если ты знаешь Что люди чего-то не хотят Ну например Они не хотят Чтобы выступление было долгим А тебе надо долго Тогда ты что можешь сделать По сути конфликтная ситуация И она в конце выступления Где-то будет Так вот Что можно сделать Не у нас все нормально будет У нас все по плаву Так вот Что можно сделать Договориться То есть предупредить Согласны? Для тех Кто был на предыдущем Мастер-классе Вам в подарок Формулу Конфликты возникают Там где нет договоренности Конфликты возникают Там где нет договоренности Пример простой Кто из вас Видит сегодня меня Живым первый раз? Как обычно общаются А у нас все-таки Деловое выступление Незнакомые люди В деловом сообществе Разного возраста Разного пола На ты или на вы? Я вам уже в третий час стыкаю И вы скорее всего нормально относитесь И ко мне подходили Тоже ко мне на ты Ну кто-то робко Кто-то вполне нормально И вполне у нас никаких конфликтов Почему? Мы просто договорились Причем заметьте Эта договоренность не была В формате Мы ничего не подписывали Кровью не скрепляли Мы просто сказали Окей, окей Берите себе на вооружение Конфликты возникают Там где нет договоренности Предварительных Кстати Этимология Помните мы говорили Про такое понятие? Как вам кажется Этимология слова Договорились Это то, что До основного разговора Понятно? Берите себе на вооружение Окей Поэтому Как вам кажется Как узнать ожидания людей? Самый простой способ Конечно спросить Когда? До, во, время, после? Понимаете? Друзья Готовясь к выступлениям Узнавайте чего люди хотят Чего не хотят Чувствуете Не попадают в ваши ожидания Вам нужно по-другому Тогда вы просто можете Друзья Давайте договоримся Все-таки там лишние 10 минут Окей? Как вам кажется Люди с большей вероятностью В начале, например, выступления согласятся Или в конце? Наверное в начале Согласны? Берите себе на вооружение Окей Двигаемся дальше Ну и у вас там какие-то ожидания Потом слайды сфотографируйте Место выступления Есть значение? Ну например Проводить переговоры В своем офисе Или в чужом Есть разница? Да В каком лучше? В своем Ну давайте Ладно Вопрос лучше Можно понять Как эффективнее В своем или в чужом? В чужом Да Чаще Скорее всего Вы ответили Где вам легче А на самом деле Если смотреть на вопрос Где эффективнее Где результата больше Нельзя сразу ответить Правда? Это зависит от темы От ситуации Согласны? Иногда бывает В своем Иногда в чужом Иногда на пробежке Правда? Как вам кажется Как отвечают Кто отвечает На вопрос Что лучше В чужом офисе Проводить переговоры? У кого Не своего офиса Абсолютно Потому что Превышнее так Да-да-да-да А люди Которые любят Свой офис Они прям Они говорят Не в своем Конечно А ты смотришь Там по ситуации Нужно идти Куда-нибудь В Макдональдс Проводить переговоры Там будет Эффективнее К пример Или где-нибудь В парке Потому что Человек в обеденное Время прогуливается И к нему Легче подойти И он более расслаблен Легче всего-то достичь Всегда нужно думать Это не такие Однозначные вопросы Ну и плюс Конечно Относительно места Нужно понимать Какие-то моменты Атрибутные Ну другими словами Окна открываются Не открываются Интернет есть Нет Ну например Вам нужно презентацию Показать И у вас через интернет А там нет Вай-фай тебе Или не дадут Вай-фай Такое бывает И тогда ты вроде как Зависим Ну и так далее В больших городах Вопрос парковки Согласны? Во Вы назначаете Какое-то Например Публичное выступление Где-то Людей собираете Люди едут 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 Потом вокруг здания И говорят А ладно И все Один вопрос Только не продуман Или например Очень часто так бывает Что какое-то мероприятие Вечернее мероприятие Все нормально Уже начинают И вдруг где-то За час до окончания Дверка открывается Как думаете Кто заходит? Бабушка вот оттуда С вахты И говорит А что вы здесь делаете? И ты понимаешь Ты со всеми договорился С директором С ректором Со всеми Но с бабушкой Не договорился Понимаете? Так что это очень Такой щепетильный вопрос Вопрос мест Казалось бы Какое отношение Это имеет вообще К выступлениям? Но это вопрос И еще Очень важный вопрос Конечно время Это тоже контекстный момент Тут два вопроса Когда и сколько? Например Давайте вам вопрос задам Сдавать экзамены Это тоже публичное выступление До Ну давайте В начале или в конце Есть разница? До сильного спикера После сильного спикера Есть разница? До обеда После обеда Есть разница? Вот Не будем говорить Когда лучше Когда Но осознанность Она в том Чтобы осознанно выбирать Или осознанно понимать Что да Не изменит Тебя вот туда вставили Значит что? Нужно подбирать инструменты Чтобы там было эффективно Да После сильного Да Ну плохое место Ну и так далее Но нужно понимать Это осознанность И еще один вопрос Из-за которого Многие страдают Это внешние правила Первое Это законы государства Второе Ситуативные правила Например Недавно ситуативные правила Это ковидные были Ковидные ограничения Мы понимали Что на выступлении Есть какие-то ограничения Хочешь не хочешь Даже по тематике выступлений Да По тематике заявлений Каких-либо Сейчас есть свои правила Не будем озвучивать Согласны? Как ни странно Есть вещи О которых не нужно Публично говорить Не потому что Это плохо или хорошо Да Свобода слова есть Но ситуация требует Того чтобы Согласны? Не будем озвучивать С другой стороны Поднимите руки Поднимите руки Кто Ну вот Иногда нарушает правила Нарушает Да? А теперь вопрос Нарушать правила Это плохо или хорошо? Нельзя ответить Однозначно Конечно С какой целью Мы можем нарушать Позволить себе правила Я вас не призываю Нарушать правила Да? Но если их нарушать То как нужно Нарушать правила? Осознанно Понимая Какие санкции Тебе могут быть Правильно? Есть вид Ораторской деятельности Там все Кто занимается Этой ораторской деятельностью Практически все Живут на нарушениях правил Вид деятельности такой Назовите Но эти люди Живут по принципу Старуха шапакля Хорошими делами Прославиться нельзя Называйте Ну 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 ладно Назовем так Обобщим Актеры Согласны? Артисты Давайте Артисты даже больше Просто артисты Есть актеры, артисты Ну туда же блогеры И так далее Почему? Вид деятельности Которой очень сильно Нужен внимание Они это называют хайпом И очень часто Самый простой способ Один из них На слайдах будет Как способ привлекать внимание Один из них Это нарушение правил Но Один нарушил правила И заплатил 500 рублей штрафа А другой нарушил правила И два года там Разница есть? Где хайпа больше? Примерно одинаково Согласны? Так вот Если нарушать правила Нарушайте осознанно Если уж решили Ну то есть рисковать Но это моя рекомендация Сразу вводная Я очень часто говорю На корпоративных тренингах Между тем Что говорит тренер И тем Что говорит руководство Надо выбирать что? То, что говорит руководство Я-то пришел Сказал А вам жить? А потом скажете Хоменко там говорил Ну ладно Двигаемся дальше Это ситуация А теперь цели Давай Ты продавец все-таки Какая цель? Давайте поиграем Цель У правца какая может быть? Нет Не продать Не закрыть Еще Это способы получения цели Еще Заинтересовать Заинтересовать Это способ Это задача Ты заинтересовываешься Для того Чтобы достичь цели Еще Решить вопрос Это не цель Ты решаешь вопрос Для того Чтобы цель достичь Еще Друзья Во-первых Почему мы сейчас говорим О продаже? Продажа Это тот видительности Который вам Как минимум понятен Вы если не покупаете То хотя бы Не продаете Хотя бы покупаете Согласны? Вот Поэтому мы сейчас Про это говорим Давайте другая история Нет И не переживайте Вы не первые Которые попали в эту ситуацию Крайне редко Но может быть Раз на сто выступлений Человек Люди говорят Цель выступления Ну цель выступления Цель продажи Цель переговоров И так далее Ситуацию рисую Скорее всего Там вы точнее попадете Гора посуды Вот представьте Что вы уже взрослый У вас есть осознанный ребенок Вот гора посуды Вот ваш ребенок Не важно чем занимается Какая у тебя А через пять минут Гости придут Какая у тебя сейчас Цель общения с ребенком? Чтобы было помнить Чтобы он Помыл Посуду Или помытая посуда Друзья Почему с детьми так просто А с продажами так сложно Итак давайте На все случаи жизни Научимся ставить цель Берем вот так вот руку Берем И не корим слова На тело И за мной вместе Что погнали Что Они Должны Сделать После того Как я с ними поговорю Итак Друзья Цель любого выступления Это ответ на вопрос Что они должны сделать Можете мягче формулировать Что я хотел бы Что они сделают Но что они должны сделать Четыре слова легко Че ОДС Мантр для оратора Мантр для продавца Мантр для переговорщика Мантр для человека Который в конфликте Что они должны сделать Без ответа на вопрос Что они должны сделать Не надо выходить на сцену Не надо брать трубку телефона Скорее всего Просто будешь болтать А возвращаясь к теме Предыдущего мастер-класса В конфликте Без ответа на вопрос Что он должен сделать Вы скорее всего Будете просто выяснять отношения То есть Усугублять конфликт Давайте вернемся К продавцу Да К продажам Какая цель у продавца чтобы они купили. Купили. Еще вариант. Чтобы они заплатили. Чтобы они заплатили так, как тебе нужно. Наличка, карта и так далее. Что еще? Чтобы они подписали договор. Еще. Чтобы они вернули. Чтобы они привели. Чтобы они порекомендовали. Чтобы они... Ну-ну-ну-ну. Остались довольны. Чтобы они заинтересовались. Чтобы они узнали именно об этом, о новом товаре. Согласны? Друзья. Да-да-да. Молодцы. Если мы сейчас по креативе, мы там два десятка целей найдем. Так вот. То, о чем мы сейчас с вами говорили. Это называется. Итак. Что они должны сделать? Сейчас я прокомментирую. Знание действия эмоции. И несколько вариантов. Сначала давайте про несколько вариантов. У каждого оратора на одно выступление, на одну коммуникацию, на одну транзакцию, должно быть как минимум несколько, как минимум две цели. Почему? Поднимите руки, кто любит быть лузером. Вы смеетесь, но есть люди, которые поднимают руки. И они находят обоснование. Кстати, вполне позитивные. Например. Если ты лузер в какой-то коммуникации, что тебе это может дать? Опыт. 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 Если ты один раз облажался, а потом проанализировал ситуацию и изменил ход действий, значит что? У тебя появилась новая технология, которая не появилась бы, если бы ты не облажался. Мысли ясны? Так что в этом тоже есть позитив. Но, я думаю, чисто бессознательная, ну мало кто хочет. Так вот, скажи, в каком варианте у тебя больше шансов облажаться? Когда у тебя несколько целей на коммуникацию или одна? Одна. Есть у тебя как продавца цель, чтобы я у тебя что-то купил, например. Давайте так возьмем. Да? Или как у спикера, например, у тебя цель, чтобы они пошли и, ну например, вышли на субботник. Есть шанс, что они это не сделают? Да. Причины? Абсолютно разные. Согласны же? Абсолютно разные. Но если у тебя вторая цель, ну например, чтобы они оставили контактные данные, чтобы ты присылал им информацию о новом товаре. Или с точки зрения субботника, чтобы он ехал, ну например, не может выйти на субботник завтра, потому что у него завтра билет на самолет куда-то. Да? У тебя цель, чтобы он съездил домой, привез домой газонокосилку или в данном случае, я не знаю, снегоуборочную машину, которая у него точно есть, он в частном доме живет. Да? Ты понимаешь, что ты практически всегда результативный коммуникатор. Понятно? Так что ставьте себе несколько целей. И вам может помочь вот это. Цели, что они должны делать с точки зрения действий, с точки зрения разума и с точки зрения эмоций. Давайте, что они должны сделать. Это действие. Или мы их называем цели тела. Яму копает тело, правда? На субботнике, например. Договор подписывает тело. Деньги отдает тело. Согласны? Ну, как бы это грубо не звучало. А теперь давайте сформулируем. Что они должны? Цели про рацию. Ну, что они должны? Понять. Еще. Что они должны? Узнать. О чем подумать. На какой точке зрения остановиться. Например, если вернемся в предыдущий мастер-класс, что был. Как вам кажется, была ли у меня какая-то рациональная цель мастер-класса? Да. Что бы просто задумались. Большинство людей в России ведет себя неадекватно в конфликты по одной простой причине. Они не понимают, что бессознательное желание победить ведет к тому, что тебе легче, лучше тоже не станет. Не станет. А вот эта с детства транслируемая необходимость побеждать всех всегда во всем и ведет к этому. И люди агрессивные кругом. Вот. Что вы просто задумали? Ладно. А с точки зрения эмоций, что они должны? По-чувствовать. Скажите, можно ли себе ставить на выступление такую цель? Что бы они боялись? Почему? Почему? Можно. Еще год назад мы едем. Большой, как это называется, рекламный этот? Щит. Да? И там чего-нибудь такое, сколько там людей за неделю умерло. Цель такого щита? Напугать. Чтобы не пугать. Цель. Это задача пугать. А цель, чтобы они, чтобы они боялись. Включили голову и делали то, что... Понятно? Ну, кстати, такие цели в рекламном плане чаще всего позволяют только государства. Ни одна коммерческая структура не будет себе ставить психокомплексом, ну, кто понимает, что такое психокомплексы уже, страх, давление на страх. Потому что люди могут понять, но ассоциация с компанией будет какая? Компания А – это страх. А государство может себе позволить. Да? Сигаретные пачки возьмите. Очень такие неприличные картинки там просто. Да? А государство так делает. Так что понимаете? Ну и маленький пример, чтобы вам было понятно, как ставить цель. Это важный момент. Просто целеполагание дает тебе инструмент реализации. Нет, давай сначала к ребенку вернемся. Гора посуды. Ребенок. Какие у нас могут быть цели? Чтобы он помыл посуду? Да. Второе. Что еще? Ну, он говорит, я не могу, мне рука порезана. Все, ты лузер. Давайте вторая цель. Чтобы он правильно встретил гостей, провел им 15-минутную экскурсию, пока ты моешь посуду. Нормально? Нормально. Что еще? Ну, что он вытирал, пока ты моешь. Согласны? Ну и так далее. Смотрите, три цели. Уже что-то можно достичь. И ты эффективен в коммуникации. Эффективность коммуникации очень часто всего лишь вопрос вариантов. Когда у тебя один вариант, одна цель, то ты почти всегда лузер. Возьмите это на вооружение. Так вот. Ну хорошо, давайте еще раз. С предыдущим мастер-класса. Ты и я. У меня с тобой конфликт. Какая у тебя цель общения со мной? Погнали. У тебя со мной конфликт. Какая у тебя цель? Как? Решить конфликт. Ну ты будешь решать. И что будет? Будешь усугублять. Нет. Достичь это то, что ты будешь делать. Друзья, еще раз. Что они должны сделать? Относительно ситуации ты и я, у тебя цель должна начинаться формулировать так. Моя цель, чтобы ты, Руслан, сделал что? Принял твою позицию, например. Или еще вариант. Согласился. Или. Попросил прощения. Или. А аргументировал тебе свою точку зрения. Давай, например, как ты сказала? Принял позицию. Если у тебя цель, чтобы я принял твою позицию, у тебя прям реализация какая? Что ты мне сейчас будешь говорить? Давай амортизирую. Руслан. Дальше. 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 Мне важно, чтобы ты принял мою позицию. Давай сделаем так. Ты мне дашь пять минут времени, я выскажусь, ты просто выслушаешь. А потом уже выскажешь свою точку зрения. Я могу сказать, ладно, пять минут даю? Могу? Скажи, тебе легче будет высказывать пять минут? Чем без этого, без этого я тебе буду каждое предложение вставлять свои пять копеек? Понимаете? Только цель дает инструментарий, что дальше делать. Что они должны сделать? Друзья, я иногда на мастер-классах говорю так. На тренингах, конечно, так не говорю. Тренинг это большое действие, чаще всего один день, с девяти до девяти. Мастер-класс, что у нас там полтора часа? Все забудьте отсюда. Что они должны сделать? Вынести отсюда как самое главное. Что они должны сделать? Что я хотел бы, чтобы они сделали? Ну и проверить цели. Друзья, есть такой телефон с названием iPhone, знаете? Ну да. Я не являюсь там непривежным. Ну сейчас к телефону, слава богу, все более-менее нормально относятся. У меня вопрос, кто смотрел презентацию первого iPhone с Тивом Джобсом? Очень вам рекомендую эту вещь посмотреть. Но как вам кажется, какая у Джобса была основная цель? Чтобы люди покупали, чтобы они знали об iPhone и там функциях и так далее, или чтобы он им понравился? Что понравилось? Значит, вы знаете просто компанию Apple, они много что делали с самого основания, чтобы людям понравилось. Еще вариант. Но не самое главное. Еще. Хорошо. Тогда я вам сначала показываю то, о чем мы с вами говорили. Это про цели. А помните, мы с вами про ситуацию сначала говорим? Почему важнее ситуация? Почему профессионалы начинают готовить выступления с пониманием ситуации? Я вам рассказываю ситуацию. На тот момент инвесторы с Тивом Джобса предъявляли к нему претензии. Джобс, ты делаешь то, что людям не нужно. Напоминаю основной закон бизнеса. Делай то, что людям нужно. Условно, у людей есть проблемы. Закрывай проблемы, это твой бизнес. Согласны? Люди ходят волосатые, открывай парикмахерскую, твой бизнес. Согласны? Людям плохо общаться, открывай, не знаю, изобретай радио, легче будет общаться. Ну и так далее. Так вот, как вам кажется, с точки зрения смартфонов, были ли у людей какие-либо проблемы на тот момент? Нет, тогда смартфонов вообще не было. Были такие штучки, похожие на смартфон, они назывались коммуникаторы. Ну, со стилусами и так далее. Может быть, вы не помните такую историю. Я когда первый раз свою такую купил, знаете, я чувствовал себя небожителем вообще. У меня такая фигня, она так раскладывается, бац, там стилусом. Вот, смартфонов не было, не было проблем. Другими словами, обычный бизнес не подходил. Но это сейчас практически все инновационщики идут путем Джобса. Другими словами, основное, чтобы люди что-то узнали. Пока люди не знают, зачем им это, они... У них не возникает никаких потребностей относительно этого. Так вот, какая основная задача, основная цель была у Джобса? Чтобы люди узнали. Посмотрите эту презентацию. Вообще, почитайте историю этой презентации, как она. Там ограждали, там интернет крыли, там чтобы у Джобса были заменяющие вот эти образцы айфонов. Там интересно просто почитать проект, полистать, посмотреть. Ну и саму презентацию посмотреть. Так вот, основная была, чтобы люди знали, и чтобы им это понравилось. А если люди знают, им нравится, что люди делают? Все! Понимаете, там вообще ни слова про продажу не было сказано. До сих пор все так и действует. Люди узнают, людям нравится, люди в очередь выстраиваются. Все. Тоже делайте то же самое. И своими идеями, и своими задачами, и своей личностью. Люди будут о вас знать, людям будешь нравиться, и люди будут тебя приглашать. Двигаемся дальше. Собственно, это вот самое главное. Я вам сказал. Можете забыть все. Сейчас будут тоже важные вещи. Сколько у нас времени есть? 10 минут на сколько, да? Очень быстро их пробежимся. По факту, это как раз и есть инструменты ораторского мастерства. Я вам сейчас покажу. Но вот это, что было, это самое главное. Как вам кажется, с чего нужно начинать готовиться к выступлению? С набора инструментов и действий. С понимания цели или с понимания ситуации? С ситуации. В ситуации. Почему с ситуации? Давайте, как формулируется цель. Вместе с вами. Что дальше? Они? Дальше. Должны? Сделать. Где определяется, кто такие они? С ситуации. Поэтому профессионалы, все коммуникации начинают готовить отсюда. С понимания ситуации или с подготовки ситуации. С подготовки. С набора нужной аудитории, с набора, с подготовки нужного зала и так далее, и так далее. Нужного времени. Они прям подгадывают. Так называемое таргетирование, то что же про это, если кто-то понимает, о чем я говорю. А теперь все проще вещи. Наши действия. Ораторские действия, ораторское мастерство, простое дело. Вообще простое. Проще только вождение велосипеда. Кто умеет кататься на велосипеде? А теперь оставьте держать руки. Ну давайте, опустили. А теперь поднимите руки те, кто умеет кататься, но года 3-4-5 не катался. У меня к вам вопрос. Чего вы взяли, чтобы умеете? Забыли? Наверное. Нет? Нет, друзья. Наше тело так устроено, что если мы научились один раз, мы не забываем. Правильно? Да, навык теряется, качество теряется, но сели и поехали. А теперь вопрос всем, кто умеет кататься. Как долго вы учились кататься на велосипеде? Я чаще всего слышу два ответа. Первый ответ. Сел, поехал. Есть такие? Молодцы. Второе. Сел, поехал, упал, сел, поехал. Правильно. Есть, правда, такие, которые сел, поехал, упал и больше никогда не поехал. Вот оттуда рождаются страхи. Да, неудачный опыт. Страх вождения велосипеда. Ну, вероятно, упал плохо. Ну и так далее. Вот мое первое падение, это прямо через руль. Да, я просто кайфанул. Оказывается, без рук тоже можно ехать на велосипеде. Но там я не учел, что ямка была. Вот, я честно потом где-то месяц прям боялся. Ну ладно, это было давно в детстве. Так вот, почему велосипед простая вещь? Там всего лишь есть два инструмента. Всего лишь два. Называйте два инструмента управления велосипедом. Мы сейчас говорим про обычный велосипед. Не про навороченные, которые сейчас, да? Там боишься к нему подойти, столько переключателей у тебя. Обычность. Что там, два инструмента какие? Руль, педаль. Крути педаль, управление велосипедом. Все, два инструмента. Чем меньше в деятельности инструментов, тем легче деятельность. Правда? Согласны? Какой салат проще всего приготовить? Два продукта, вот тебе салат, согласна? А если восемь, а еще свешивать, а еще взвешивать? Вот вам сложный салат. Понятно. Поэтому возвращаемся. Ораторское мастерство посложнее, чем велосипед. Посложнее. Но тоже простое. Почему? Все ораторские инструменты находятся в трех областях. А как мы понимаем, любое мастерство, смотрите, токарское, пекарское, учительское, водительское, это всегда про инструменты. Правда? Про инструменты. Давайте так. Про мастерство. Пару слов. Я думаю, что каждый из вас мастер приготовления яичницы. Очень быстро. Что нужно, чтобы яичницу приготовить? Первое. Сковородка. Второе. Яйцо, третье. Плита. Все. Все. Запоминайте, друзья. Чтобы овладеть любым мастерством, сначала нужно знать инструменты этого дела. Согласны, что нормальная яичница получится? Ну, она вам, скорее всего, не очень понравится, но если пару дней не ели, нормально. Пойдет. А теперь вопрос. Кроме инструментов. Важен ли порядок пользования инструментами? Да, нет? Да. Да. И все-таки есть разница. Включить плиту, поставить сковородку, раскалить туда яйцо. Или взять сковородку, яйцо, включить, поставить. Есть разница? Есть. Поэтому запоминайте. Здесь на слайдах нет этой информации, но любое мастерство всегда про инструменты и про порядок пользования инструментами. Поэтому, когда хотите освоить какой-то вид деятельности, неважно какой, узнавайте, первое, из каких инструментов эта деятельность состоит, и второе, в каком порядке их пользовать. В разных видах деятельности порядок называется по-разному. Например, в поваровском деле это ре... рецепт. Есть технологические карты, есть алгоритмы, есть технологии. Ясно? Ясно. Давайте яичницей завершим эту тему. Добавьте какие-то инструменты, чтобы результат был вкуснее, харизматичнее, интереснее, привлекательнее и так далее. Давайте, бегом. Соль дальше, другие специи еще. Все. Бекон, помидоры дальше, молоко еще. Смешивать это все еще, перец еще. А кто-то говорит формочки, согласны? Да. Да. А кто-то говорит сервировка. А кто-то говорит музыка. Или у кого-то вопрос, какое отношение музыка имеет к яичнице. Есть вопрос? А тогда от одной девушки вам такая реплика. Одна и та же яичница в столовке и в ресторане, это две разные яичницы, и не только с точки зрения цены. Понятно. На вот этом простом примере про яичницу всегда помните про ораторское мастерство. Чем больше ты инструменты применяешь, тем больше ты становишься для людей интереснее, харизматичнее, впечатлительнее эмоционально. Мысли ясны? И теперь практически можете готовить ваш фотоаппарат и фотографировать инструменты ораторского мастерства. Кстати, а давайте пока. Инструменты, с помощью которых оратор делает свою деятельность. Давайте называйте. Жесты еще. Бегом, бегом. Тут трудно ошибиться. Мимика еще. Интонация еще. Громкость еще. Жесты еще. Голос. Голос. Голос это набор инструментов. Скорость речи, интонации, паузы и так далее. Итак, поехали. Очень быстро. Это телесные инструменты. Их всего шесть. Их всего шесть. Но это настолько важные инструменты, что про них есть поговорка. Встречают по ним. Ты выходишь на сцену. Становишься ты или в классическую позу оратора, или как ты привык. И о тебе уже есть впечатление. Которое потом трудно менять. Согласны? Да. Смотришь ты на людей или смотришь ты куда-то сюда. Есть разница? Про оратора, который вот так вот говорит, говорят обычно так. Пошел с Богом общаться. Оставил грешный мир. Да, есть более важный собеседник и так далее. Я сейчас про каждый инструмент буду говорить ключевые вещи. Понятно, что у нас нет тренинг. К сожалению. Но запоминаем. Все эти инструменты освоить. Несколько минут. Понять. Освоить немножко побольше. Ораторы, которые жестикулируют от октя и локти работают, бессознательное доверие к ним больше. Нежели когда они зажаты. Что, понятно, вопрос уместности никто не отменял. В антиконфликтных коммуникациях, например, все жесты это жест уровня живота. Но если в харизматичных, привлекательных, эмоциональных жесты должны быть нормальные, высокие, широкие. Согласны? Принципы жестикуляции. Но если ты всего этого не знаешь, и у тебя руки все равно что-то делают. Правда? Если, например, часто в руки кому-то попадает, ну, какая-то предметина, да? Ну, неважно что. Что люди делают? Вот начинают играть. Чаще всего по Фрейду. Все тайное становится явным. 7-16 есть. Кто может неуместные примеры привозь? Вот отсюда. Если ты знаешь, что предмет тебе придется в руки держать, что с ним нужно учиться делать? Фиксировать. Не надо предметом жестикулировать. Да, не надо им что делать. Фиксировать микрофон, фиксировать. Ладно, не умеешь фиксировать микрофон, что нужно сделать? Ну, потратьте на петличку. И так далее, и так далее. Ладно, это так основные принципы. Итак, поза. Классическая поза оратора. Смотрите на памяти к Ленину, у вас, по-моему, тут недалеко. Убираете руки, потому что жесты и позы это разные вещи. То есть, вид снизу. Стопы вот так. Не надо стоять, стопы параллельно или косолапо. И одно... Согласны? Все. Сразу или флиртуешь, или нелепый. Да. Галочка должна быть и полшага вперед. Широко стоять не надо, это митинговая позиция. Или бедловатая. Правильно? Вот. А вот, не шире, чем ширина плеч. Себе льстить не надо, парни. Вот. Вот так. Девушки, если на кулуках, то ближе. Вопрос эстетики. Простые вещи. Как вам кажется, в деловых коммуникациях ноги согнутые или прямые? Почему прямые? Потому что как только... Да? Чего начинаешь привлекать внимание к чему? К тому, о чем говоришь или к телу? Значит, флиртовать. И так далее, и так далее. Классическая поза оратора вот. Практически памятники всем деловым людям вот так. Иногда говорят, где-то там ходят слухи, что им головы меняют иногда. В зависимости от... Какие там политические партии, течения и так далее. Вот. И, кстати, давайте вот по осаночке. Это тоже очень важный момент. Представьте, что у вас здесь в грудной клетке есть крючок. Берем себе за этот крючок и вытягиваем грудную клетку чуть-чуть вперед-вверх. Что случилось с вашими плечами? Они развернулись. А теперь хочется смотреть куда? Вперед. А теперь вернитесь обратно, чтобы смотреть вперед. Что нужно делать? Напрягать эти мышцы. Они всегда слабые. Соответственно, сделали вот так, все, подготовились к выступлению. Как фундамент заложили. В классической позе оратора вот. Да? Поза уверенного человека. Очень простая вещь. Ладно. Контакт глаз. Принцип такой. Ты влияешь только на тех, на кого смотришь. На кого не смотришь, люди занимаются своими делами. Кто такая сложная публика? Просто определение дайте. Сложная публика – это люди, которые занимаются не тем, что нужно оратору. Все. Причины бывают разные. Да. Бывает такое, что люди спят. Ну, потому что пару суток не поспали. Бывает такое. Нормально. Да. Но если ораторы, но если публика что-то там делает, чаще всего это причина в ораторе. Ты не уделяешь им внимания. Поэтому бросьте все суррогатные советы, типа, смотрим сквозь людей, смотрим в третий глаз, выбираем себе позитивного слушателя и только смотрим. На всех. Влияешь на тех, на кого смотришь. Оратор должен на всех. Про такие говорят, пошло с Богом общаться. Дальше. Жесты. Это один из самых главных инструментов ораторского мастерства. Почему? Потому что очень многофункционален. Он даже на голос влияет. Тянем гласную А. Раз, два, три. И делаем вот так. А теперь тянем гласную А и делаем вот так. А теперь тянем А и делаем вот так. Вы сейчас ничего голосом не делали. А руки управляют голосом. Более того, как вы уже знаете, что самый простой способ сбросить адреналин и кортизол в физическую активность. До выступления много что можно сделать, а во время выступления у тебя для этого руки. Руки рисуют образы. Согласны? Ёлочки там и так далее. Кстати, вы рассказываете о ремонте, что-то говорите о винтовой лестнице. Скорее всего, что вы сделаете? Точно. Если люди так не делают, проверено люди башкой это делают. Запоминайте. Это точно так всегда. Я тренер с 20-летним стажем этого ораторского мастерства преподавания. Люди, не жестикулирующие руками, жестикулируют другими частями тела, чаще всего головой. Ну, ногами иногда. Когда сидят, ногами там много чего выпиливают. У нас это не эстетично. Руки для этого. Но нужно учиться эффективно жестикулировать. Это очень много. Контакт глаз и жесты главные. Мимика. Через мимику мы передаем свое отношение. Передвижение. Не надо много двигаться. Передвижение один из способов держать внимание. Сбрасывать активность. Переключать фокус и так далее. И важно научиться выбирать место для общения. Не буду сейчас акцентировать, время двигается. Но место это тоже очень важно. Это очень важно. Где руководителю располагаться, где оратор располагаться. Это очень важный момент. Следующее. Голосовые инструменты. Их чуть побольше. Их 8. Но они очень все понятны, объяснимы и легко тренируемы. Потому что да, человек вышел, да, и тут рот открыл, начал что-то говорить. И мы понимаем, что черт подери, опять не очень попало, да? Так вот, скорость речи. Это понятный инструмент. С какой скоростью слова вылетают? Если у тебя большая скорость речи, тебе нужно, чтобы у тебя внятность хорошая была. Помни, как внятность настраивается? Все. Простая вещь. Скороговорки помогают, но в стратегическом варианте. Заранее тренироваться, читать, согласно и так далее. Это никто не отменял. Но быстро помогает просто пробка. Следующее. Громкость. Что такое громкость? В зале, где меньше 200 человек с более-менее нормальной акустикой, каждый из вас может говорить без микрофона. Голос, громкость, это сила голоса. И тебе нужно четко понимать, куда за кого ты говоришь. Возьмите вот так руку. Сейчас очень простой пример. Возьмите вот так. Представьте, что у руки это теннисный мячик. И кидайте его вот так, сверху вниз. А теперь попадайте мне сюда этим мячиком. Раз, два, три. А теперь сюда. Ага. А теперь давайте мы добавим голос. А, а, давайте. Вот попадаем сюда этим мячиком. А, теперь сюда. Теперь сюда. Теперь туда. Скажите, сейчас мышцы по-разному сработали? А громкость по-разному? Да. Простое действие, вы знаете, два секрета говорить громко. Ты стоишь здесь, перед тобой 10 рядов. Куда нужно голос направлять? За последний ряд. А если ты с одним человеком разговариваешь, куда нужно голос направлять? За человек. За человек. Россияне общаются так. Шмяк, 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 шмяк. Через некоторое время смотришь, они шепчут друг другу. Простое непонимание коммуникативных принципов. Вот и все. Это не значит, что нужно везде орать. Конечно, ребенка укладываете спать, там немножко по-другому, да? Вот. И руки, помните? А-а-а-а-а-а. Вот, это работает. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну и так далее. Ладно. Диафрагма – самый главный инструмент управления громкостью. Но это секретики. Ладно, тон голоса. Если запоминаем. Поднимите руку, кто слышал себя на диктофоне, и вам не нравится ваш голос. Даю вам маленький секрет. Отвечаю на вопрос, почему. Знаете, почему вам не нравится? Ну, кстати, на видео та же история. У кого такое? На видео смотришь, ты себе не нравишь. А поднимите руки, если на фотографии смотришь, и, ну, все фотографии тебе не нравятся. Ну и рук. Почему? Мы себя привыкли видеть в статике. Не привыкли видеть в динамике, и не привыкли слышать свой голос. Я думаю, вы все понимаете, что наш голос, который мы слышим изнутри, и голос, который слышат люди, это разные голоса. Люди тебя слышат с таким голосом, который ты слышишь на диктофоне. О, ужас. Но на самом деле, эти люди к тебе-то нормально относятся, ты им нравишься, они тебя любят. И странная ситуация. Друзья, привыкните к своему голосу, привыкните к видео, и все. И у вас уйдет эффект начинающего блогера, когда не могу себя смотреть. Записывайтесь, смотрите. Сначала через не хочу, да, будет отвратненько немножко. Ну как, ну привыкните, и все. И вы найдете, что там позитивного. Спросите у кого, почему тебе нравится ему голос. И тебе найдут за что. Привыкните. И все. Весь секрет, все, больше нет ничего. Следующее. Стиль ритмичный и лиричный не будем. Внятность мы уже проговорили. Пауза. Вот пауза зависания от паузы смысловой чем отличается? Давайте этот секрет открою и дам дальше уже проще. Завершим. Пауза смысловая. Вернее, пауза зависания. Это пауза, которую вы показали. Пример. Ох, замечайте, какая пауза где. В лесу родилась елочка, в лесу она... Черт. Надо было погодить. А, росла зиму летом стройная зеленая была. Была пауза? Да. Вторая пауза. В лесу родилась елочка, в лесу она... Росла зиму летом стройная зеленая была. В каком случае была пауза, в лесу? Вроде как в первом. А теперь вопрос. Как вы это поняли? По времени примерно одинаково. Везде. Поэтому имейте в виду, по времени не ключевой... Время не ключевой характер. Принцип. Как вы поняли, что в первом случае я завис? Вторая была осознанная. А как ты поняла, что она осознанная? У меня такая бегущая строка. Это осознанная пауза. Словики можно разделить. Точно. Другими словами. Ребята, просто сделайте вывод. Люди понимают, что мы зависли только лишь, если мы показали или телом чаще всего. Просто сейчас мне покажите мимикой, что вы забыли. Ну сейчас, да? Покажите глазами, что вы забыли. Отведи глаза туда, куда ты отводишь, когда забываешь, и подержи там некоторое время. Там написано, что тебе говорить? Не важно, куда ты смотришь. Вы все разные. Есть люди, которые вот так открыла-закрывают, отводят. Там написано, что тебе говорить? Нет. Было когда-нибудь? Нет. Будет? Нет. Нет, маразматическое действие прекрати. Куда надо смотреть, даже если ты забыл? Людям в глаза. И ты скажешь, а как? А я тебе скажу, это легко научиться. Это просто понять сначала, а потом научиться. И все. Запоминайте, пауза до 15 секунд в абсолютно лю. Бомб месте выступления, даже на разрыве слов, как это сейчас было. Людьми воспринимается, как пауза смысловая. До 15 секунд. Проверено, можешь доверить. За 15 секунд можно вспомнить, что ты забыл? Можно. Но можно не вспомнить. А если не вспомнить, что нужно делать? Есть другие инструменты. Есть другие инструменты. О, кстати, я же вам еще хотел... Что я сейчас делаю? Перевожу разговор на другую тему, например. Да, или могу вернуться в то, о чем уже сказал, и поимпровизировать. Друзья, ораторское мастерство, это знаете, как шашки. Да, это как блюдо, как салат. Этого, этого, давай это уберем, это добавим. Кайфовать от этого можно. Это не скучная вещь. Это очень полезная вещь. И вспоминайте первую поговорку. Все деньги мира лежат на... Мы завершаем. Тело, голос. Мы показываем вот этим. И немножко про слова. Риторика. Перед вами риторика. Что бы у тебя риторические приемы риторика? Слова, словарный запас. Активный, пассивный, пассивный, активный. Пассивный, пассивный, который мы понимаем, активный, который используем. Расширять. Читай, слушай, повторяй. И все, и у тебя будет выбор всегда. Люди существа ленивые. Вот перед нами человек, который нам пользу оказал. Вот Наталья. Пригласила, ну, надеюсь, нормального спикера. Если мы хотим Наталью поблагодарить, давайте это сделаем простым одним русским словом. Погнали. Спасибо. Второе. Третье. Привет. А теперь руку вверх, кто из вас знает, простое русское, классное слово признательное. Это вам простой пример, что такое пассивный словарный запас и активный. Понятно, да? И активный можно расширять чем? Чтобы завтрашнее, давайте так. Сколько тебе нужно времени, чтобы слово признательное, кстати, один из лучших способов, поблагодарить в будущее. Например, когда просите. Сделай, пожалуйста, это, и я тебе буду очень признательным. Что сделать, чтобы у вас слово признательное на языке появилось точно так же, как спасибо и благодарю? Сначала в тренировочном режиме. Например, сегодня ставите себе задачу, до конца дня всех, кого благодарю, благодарю через признательное. И выкручиваетесь как угодно. Вместо «благодарю», признателен. И будет так. Но к концу дня у тебя что? Наравне с «благодарю» и «спасибо». Вот и так далее. И каждый инструмент их такой. Как вам кажется, все профессионалы мира? Давайте, что им профессионалы. КВНщики импровизируют или заготовками пользуются? Заготовки. Они импровизируют заготовками. Поэтому словесная импровизация – это хороший инструмент, но профессионалы все заготовками пользуются. Речевая самоборона – это, в принципе, технология определенных заготовок. Заготовки-амортизаторы, заготовки-приемы, заготовки, как уходить в договоренности, заготовки, как просить. Заготовки. У кого такого было? Сидишь, никого не трогаешь, у тебя с тебя тост. У меня к вам вопрос. Вы шли на торжество, почему вы тост не приготовили? Вы надеялись, что вы мастера в импровизации? Самые неинтересные конкурсы в КВН — это импровизация. Передача с названием «Импровизация» на ТНТ, она вся на вырезках. Практически все вырезается. Импровизация нужна только тогда, когда что-то пошло не так, как ты рассчитывал, и ты к этому не был готов. Профессионалы-ораторы себе такого не позволяют. Они заранее прогнозируют все нюансы, они не импровизируют. А если импровизируют, то много шансов облажаться. Политик не может себе позволить, например, импровизировать. Ну и так далее, и так далее. Это риторически. Нужно знать, как вступление и завершение. Я завершаю простую вещь. Друзья, чем нужно завершать любое выступление? Последний слайд какой вы видите? Нельзя такой слайд. У меня нет ответа. Нет. Вопросы — это не завершение. Вопросы — это основная часть. Это основная часть. Помните, как ставится цель выступления? Что они должны сделать? Так вот, друзья, спасибо за внимание. Это один из пяти самых плохих способов завершить выступление. Наравнее с... Я все. Наравнее с... Я закончил. Еще хуже. Есть такие умники, которые даже приставку «за» убирают. Да, есть еще... Ну вот, спасибо за внимание. Это тоже плохой способ. Артисты себе его могут позволить. Почему? Потому что у них вид деятельности такой. Ребята, приходите на меня посмотреть, пожалуйста. Они приходят, спасибо, что пришли. Это да. Это такой... Ну, деловые люди, в деловых выступлениях нельзя спасибо говорить. Оратор должен благодарить публику. Ну, скажем, можно себе позволить? Ну, за что? За то, что публика что-то сделала. И не в конце, а по ходу. Классный вопрос, спасибо, активность и так далее. В конце что должно быть? Ставить свой компонент. А зачем? С целью. Чтобы они... Друзья, вот. Финал выступления. У тебя должен согласовываться с целью. Что они должны сделать? Запоминаем. Выступление должно заканчиваться призовым к действию. Или пожеланием. Мысли ясны? Давайте возьмем призов к действию. Призов к действию это что? Фраза, в которой есть глагол повелительного наклонения. Давайте любые глаголы повелительного наклонения. Например, покупайте дальше. Приходите, подписывайтесь еще. Сфотографируйте. Приходите, оставьте отзыв. Еще. Практикуйте еще. Читайте еще. Пробуйте. Применяйте. Берите словарь, глагол. И это все, чем можно завершить выступление. Но это будет жесткое выступление. Да, жесткое. Это деловые выступления. Это руководящие выступления. Мягкий призыв к действию это пожелание. Можешь сказать, друзья, сфотографируйте и задавайте вопросы. А можно сказать, друзья, будет здорово, если после мастер-класса вы по этому QR-коду перейдете, оставьте мне какие-то вопросы. Я на них отвечу. Мягкий призыв к действию. Будет здорово. Понятно? Это мягкий призыв к действию. Это пожелание. Это не все. И это не все. Завершайте выступление призывами к действию. То, что я вам приготовил. Про уверенность пробежимся, а про энергетику сфоткайте просто и все. Запоминайте, что энергетика оратора это обменная валюта на внимание слушателей. Хочешь внимания, давай энергетику. Это основные принципы. Привлекает внимание то, что движется на будущее. Девушки, ваши парни или ваши мужья, пожалуйста, не задавайте им вопрос, что ты на нее смотришь. Если вы сидите в автомобиле, а она двигается, он будет смотреть на нее точно так же, как и вы. Не усугубляйте, не заставляйте пацана оправдываться. Понятно? Ну ладно, это так, типа шутка. Но оратора есть чему двигаться, слава богу. Привлекает внимание то, что движется, то, что меняется. А что у оратора может меняться? Он говорил тихо теперь громко, он говорил медленно теперь быстро, он говорил интонация теперь сухо. Согласны? Вот, у оратора есть чему двигаться, чем меняться. И запоминаем, привлекает внимание провокацию. А провокация это то, на что люди не ожидают, на что не рассчитывают. И нет, провокация это не обязательно матом ругаться. Это даже если вы общались, вышли, сели на краешек сцен и пообщались, для некоторых это реально провокация, они, может быть, только это и запомнят. Понятно, да? Так вот, применяйте определенные инструменты. Ораторское мастерство — это творчество. Это творчество. Это не искусство, но это мастерство. Но не будем дискутировать, что такое мастерство и искусство. У меня есть четкое понимание. Нельзя научить искусству, можно учиться только мастерству. А потом уже искусство сам будет. И вот вам из того инструментария, который я вам до этого дал, инструменты изменения энергетики. Красным выделен основной. Если ты не смотришь на аудиторию, аудитория занимается своими делами. Потому что вы должны понимать, что на данный момент истории у каждого слушателя в твоем зале есть тебя конкурент. Называется он? Прямоугольненький такой. И если ты не будешь интереснее, чем то, что у людей в этом смартфоне, они будут в смартфоне. А это вам инструменты, благодаря которым ты можешь быть интереснее, чем то, что у них в смартфоне. Да, у них там важные вещи. И деньги, и дети, и так далее. Но ты должен быть интереснее. Вот вам инструменты энергетики. Этим привлекает внимание. Друзья, действительно, находите меня в друзьях. Не надо меня в друзья добавлять, если не хотите. Не вопрос. Пост я сделал уже. Просто давайте все-таки разделим. Сейчас мы сделаем маленький пост, и я про ораторское. Пишите любой вопрос, я вам книгу свою по ораторскому сброшу в подарок в PDF. Окей? Мне важно, чтобы вы взяли хоть что-то и пользовались. А вопрос у меня будет такой. Что-то было полезно на этом мастер-классе? Да. Что возьмешь себе в дальнейшем? Все. Не надо все. Возьми что-то одно хотя бы. Возьми. Да что? Разминка. Все. Можно забыть? Еще второе. Что они должны сделать? Че-о-де-ес. Без этого не иди. Вот знаете, у нас есть такая метафора. Идешь, никого не трогаешь, такая рука из-за кулисы. И тебя. Иди выступай. Летишь. Тема. Что они должны сделать? Кто передо мной? Вот так. Да, что еще было важно, полезно, интересно? Это на другом мастер-классе. Да, еще. Инструментарий. Друзья, держать внимание, быть интересным оратором, это простая задача, правда. С другой стороны, у меня к вам вопрос есть. Поднимите руки, кто считает, что ораторское мастерство это как минимум дело полезное. В любом проявлении. Пусть ты пойдешь в конференц, пусть ты будешь ведущим, пусть ты в артистов идешь, пусть ведущим свадебных мероприятий. Это все ораторское дело. Да, поднимите руки, кто считает, что ораторское мастерство это дело, ну скажем так, ненудятино, это интересное дело. Окей. Кто считает, что ораторское мастерство это не сложное дело, в принципе, научиться достаточно быстро можно. Все-таки, да, кто считает это сложным? Черт подери, надо мне еще полчаса. Мне очень хочется, чтобы вы увидели, что ораторское дело, оно, да, посложнее, чем велосипед, да, посложнее, чем плавание, но гораздо проще, чем водить автомобиль. Сложность в одном. С детства не учили. В детстве учили бы, было бы вообще легко. И мы, россияне, люди умные с точки зрения контента. К сожалению, ну давайте не к сожалению, нужно, чтобы мы еще были влиятельными и интересными. Согласны? Руслан. А это ораторская. У нас уже следующий спикер подошел. Да, все завершаем. Спасибо. А после этого вам за работу. Спасибо большое. Спасибо.